Здравствуйте! Это программа «Ваш вопрос». Меня зовут Ольга Штополь. Мы работаем в прямом эфире. В ближайшие дни в Алтайском крае станет жарко. Отопительный сезон уже начался в восьми регионах России. Первыми традиционно тепло получают больницы, поликлиники, школы и детские сады. Готовы ли теплоснабжающие организации края к работе? Насколько теплой будет предстоящая зима? Сегодня расскажут эксперты программы. Если вам интересна эта тема, звоните. Телефоны прямого эфира для жителей Барнаула. 5 пятерок 0 для жителей Алтайского края. 8 800 700 18 02. Звонок бесплатный. Представляю гостей в нашей студии. Итак, сегодня с нами Дмитрий Ильиних. Это директор управляющей компании «Город». Здравствуйте, Дмитрий Васильевич. Сегодня с нами Дмитрий Власов, заместитель начальника отдела теплоснабжения главстрой Алтайского края. Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич. Сегодня с нами Крюков Дмитрий Николаевич, заместитель начальника управления Алтайского края по промышленности и энергетике. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич. И Дмитрий Косов, руководитель Алтайской ассоциации жилищного самоуправления. Здравствуйте, Дмитрий Леонидович. Ну что ж, вот тема предстоящей зимы, тема предстоящего отопительного сезона. Он находится сейчас на особом контроле власти и даже лично губернатора. Не так давно он побывал в Рубцовске. Понимаем, что город проблемный. И вот сейчас предлагаю посмотреть видеоматериал, который подготовили мои коллеги, и в котором они готовы рассказать, как подготовились к отопительному сезону, вот в частности в Рубцовске. Давайте посмотрим. Два месяца у жителей южной части Рубцовска не было горячей воды. Ситуация начала меняться летом. С этого времени южная тепловая станция находится в аренде у сибирской генерирующей компании. Сейчас горячая вода есть почти во всех домах, подключенных к этому контуру. Мы уже достаточно много сделали. Если касается сетей, то мы уже больше километра сетей заменили. Мы уже устранили 67 повреждений по горячей воде, 35 повреждений по теплоснабжению. Мы уже провели определенный ремонтный комплекс на малых котельных. Подготовка к отопительному сезону в крае идет по графику. К зиме готовы почти все объекты энергетики в Бийске, Новоалтайске, Яровом и Барнауле. Что касается Рубцовска, работы продолжатся еще две недели. Выполнить все в установленный срок. Такую задачу поставил губернатор Алтайского края Александр Карлин энергетиком на совещании по подготовке к отопительному сезону. Мы должны создать все условия для того, чтобы надежно и ЮТС, и станция бывшего тракторного завода прошли этот сезон. И в техническом смысле, то есть были все проведены необходимые ремонты, обслуживание оборудования. И в технологическом смысле, и в организационном, я имею ввиду, обеспечение необходимого нормативного запаса топлива. В ближайшие годы в Рубцовске планируют объединить существующие тепловые контуры в единой. Если переоборудовать Южную тепловую станцию, то можно будет обеспечить всех жителей города теплом. Вне зависимости от того, в какой части Рубцовска они живут. Напоминаю, в эфире программа «Ваш вопрос». Сегодня тема «Тепло по графику». Если вам интересно, это тема «Звоните». Телефоны прямого эфира для жителей Барнаула. 5,5,0, для жителей Алтайского края. 8,800,718,02. И мы возвращаемся в студию. Итак, уважаемые гости, вот такая информация. Согласно распоряжению Краевой администрации, объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства должны быть в полной мере готовы к отопительному сезону до 15 сентября. Сегодня у нас уже далеко за 15-е. И какая самая свежая на сегодня информация? Все ли готово? Если нет, то что еще нужно сделать? Я предлагаю отвечать. По объектам энергетики, большой энергетики, сетевой комплекс на сегодняшний день работы выполнил в соответствии с графиком. Отремонтировано свыше 3 тысяч подстанций, около 13 тысяч километров линии электропередачи. На теплоэлектроцентралях Алтайского края создан запас топлива порядка 230% от норматива на 1 октября. То есть в целом все объекты генерации на сегодняшний день к осенне-зимнему периоду готовы и в любой момент могут обеспечить подачу тепловой энергии потребителям. Я хочу слово Дмитрию Сергеевичу дать. Вам тоже есть о чем сказать? По объектам жилищно-коммунального хозяйства можно говорить, что у нас все запланированные мероприятия были завершены вовремя. Если говорить о цифрах каких-то, то подготовлено 1592 котельных, более 13 тысяч водопроводных сетей, более 3,5 тысяч тепловых сетей в двухтрубном измерении. Переложено порядка 80 километров ветхих тепловых сетей и порядка 117 километров водопроводных сетей. Созданы необходимые запасы топлива. То есть при запуске тепла, в принципе, технически все коммунальные службы готовы к пуску тепла. То есть проблем на сегодняшний день не зафиксировано? На сегодняшний день в техническом смысле проблем нет. А вот готовились ли управляющие компании к отопительному сезону? Что происходит? Мы пошли от общего к частному. Нам пообещали, что здесь не будет проблем, здесь не будет проблем. Собственно говоря, придет ли тепло в дома? Готовились. Готовились практически с первого дня, как закончился прошлый отопительный сезон. То есть работа очень много выполнена по многоквартирным домам. Акты готовности к зиме по запуску отопления готовы, получены на все дома. В данный момент, вообще задача ставилась до 1 сентября даже, нам получить акты готовности. Что, кстати, было выполнено, по крайней мере, нами. Ну и, насколько я знаю, по Бурнолу тоже коллеги большинство получили. То есть должны быть в управляющих компаниях акты? Да, управляющая компания должна получить обязательно акт готовности к отопительному сезону на многоквартирный дом. То есть неважно, какой многоквартирный дом. Это документ в свободном доступе должен находиться? 10-квартирный, 100-квартирный. Если он многоквартирный, значит обязательно акт должен получен быть. То есть от сетевой компании, от теплосетевой компании инспектор выходит на дом, проверяет. Понятно, вначале какие-то предписания выдает, а уже ближе, так скажем, уже когда дом подготовлен, уже выдается непосредственно акт готовности. Дмитрий Васильевич, этот документ, он находится в каком-то свободном доступе, это должно быть где-то опубликовано? Управляющая компания, то есть на каждый дом должен быть акт готовности. А как же все могут с ним ознакомиться? Ну, мы, конечно, исключаем те моменты, которые, возможно, дома, может быть, там какие-то попадают под реконструкцию, либо аварийные признанные. То есть по ним, конечно, есть определенные проблемы по получению акта готовности. Поэтому, к сожалению, так скажем, то есть дома, они все равно готовятся, вопросов нет, конечно, то есть речи даже не может быть, то есть они должны быть запущены все равно к отопительному сезону. Но, тем не менее, как бы, то есть акт готовности на каждый дом должен быть получен. Вот у меня такой вопрос, наверное, даже такой юридический. У нас в социальных сетях наши пользователи задают вопрос, как быть, есть объявление, в котором говорится, что есть задолженность у дома за теплоэнергию, да, какие-то задолженности. И управляющая компания обещает, что отопление в этом доме не включат. Ну, мы должны понимать, что там все-таки социальное напряжение сразу возникнет, поэтому такого нет, то есть тепло это обязательно ресурс, который должен быть, и его не отключают даже в том числе, если есть неуплата. То есть управляющая компания немного дезинформирует. Ну, она, наверное, пытается внушить гражданам, что платить надо за все, и это правильно, конечно, но отключать нет, такого не будет. Поэтому я думаю, что бояться здесь не надо, тем более мы живем не в теплых районах, да, достаточно 2-3 дня морозных, и если дом не будет отапливать, то стены замерзнуты, уже будет холодно. У нас, вот, да, 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 то, что по поводу долгов, то есть еще требует теплосетевая компания, конечно, всегда получить акт финансовой готовности, что немаловажно. А это что значит? Ну, то есть отсутствие долгов управляющей компанией перед ресурсно-набжающей организацией. Ну, мы прекрасно понимаем, что долги, они формируются в результате недоплатежей, так скажем, жителей. Но, конечно, то есть это каждый год дискуссии продолжаются, по крайней мере, по городу Барнаулу. То есть как его получить, кто-то получает, кто-то не может получить. Но, тем не менее, то есть на жителей это никак, на собственников не скажется, в любом случае отопление будет подано, теплоноситель. Как бы в худшем случае управляющая организация просто может не получить акт готовности. Хотя технически, физически дом готов к запуску тепла, и отопление будет все равно подано. Вот, действительно, это вот тот случай, когда есть долги или нет долгов. Очень сложно отключить одну какую-то конкретную квартиру, и чтобы остальной дом... Или у нас есть сейчас такие физические возможности, когда можно одну квартиру оставить без горячей воды или без... То есть технически таких нет домов. Только призывать к сознательности, да, и только писать какие-то иски. Новые дома, которые строятся сейчас, когда разводка в подъезде, когда теплощетчики стоят, то есть там, так скажем, теоретически возможно. Но он будет отапливаться, это квартиры, кстати, такие дома есть, между прочим, они отключают и говорят, мы не будем платить за тепло, поскольку мы там не живем. То есть новый дом, действительно, есть возможность, так скажем, отключиться и сказать, что вот у меня тепло не приходит, я не буду. Но на этот счет есть у нее положительная судебная практика, говорит, независимо от этого у тебя дом находится, ты получаешь это тепло, пусть не от того радиатора, который у тебя находится, ну, от тех стен, которые, да, проходят, а они должны отапливаться, будь любезен, заплати. Так что таких злоупотреблений со стороны собственников не должно быть на самом деле. Вот та самая графа ОДН на отопление, она существует сейчас в квитанциях? Отопление на ОДН, она не должна существовать на тех домах, где отсутствуют индивидуальные приборы учета на отопление. То есть на домах, если дом не оборудован 100%, не 90%, не 99%, а 100% количество индивидуальными счетчиками по отоплению, не по горячей воде, естественно, по холодной, а по отоплению, то расчет по общедомовому счетчику и по индивидуальному счетчику по отоплению не может быть рассчитан. Но, тем не менее, там разница довыставляется, потому что мы все понимаем, что если общедомовый счетчик зафиксировал, там, ну, допустим, 200 гигакалон, то минусовать объемы потребления по квартире, по всем квартирам, ну, допустим, 100 квартирам, какой-то объем все равно остается, это те потери, которые идут на стояках, в подъезде, в подвале, то есть, соответственно, не утечки в смысле, а потери, естественные потери тепла при транспортировке до самой квартиры. Поэтому там выставляется дополнительно вот эта строчка отопления. А как таково отопление УДН у нас по 354-му, конечно, отменили уже давно. Хорошо, вот я озвучила дату 15 сентября, вот к этому числу, к этой дате все должны быть готовы. Почему мы выбрали именно вот это число? Что происходило в прошлом году? Мы запустили отопление, мы уже за кадром говорили, Дмитрий Васильевич называл нам другие даты, что в прошлом году все… 21 числа, 21 числа в прошлом году, сентября. Да, в прошлом году, да, совершенно верно. Но это уже начался отопительный сезон. Ну, это было, ладно, поэтому была необходимость в этом. В этом году, 15 сентября, оно как-то согласовывалось, с кем эта дата согласовывалась? Или это вот просто… В сентябре определена эта дата распоряжения Малатайского края, то есть готовность к отопительному периоду закреплена этой датой. Так как, учитывая опыт прошлых лет, в принципе, даже прошлый год, если взять, то 21 сентября, как бы предугадать погоду в наше время очень сложно, поэтому как бы с запасом берем, чтобы у нас 15 сентября весь тепловой комплекс был готов к началу отопительного периода. Вот Алтайский край, в принципе, большой, и погодные условия там в разных частях Алтайского края как бы разные, поэтому, чтобы была возможность начать отопительный период, в принципе… С запасом. Да, с запасом совершенно верно. А когда же все-таки батареи-то теплыми станут? Вот этот вопрос, понятно, все готовы, остаются… Ну, это же не произойдет, как вот говорил Дмитрий Васильевич, нажали красную кнопку, да, и всем стало тепло и прекрасно. Зеленую, да? Хорошо, вот эту воображаемую зеленую кнопку. Когда ее нажмут, и сколько времени должно пройти между вот этим моментом нажатия и тем, как станет тепло где-нибудь в горняке? Ну, начнем с того, я хочу начать с того, что, в принципе, на региональном уровне какого-то нормативного акта о начале отопительного сезона не планируется. То есть, в соответствии, так же, как и в прошлом году, и в позапрошлом, значит, принимали решение органы местного соправления решение в соответствии с 354-м постановлением при достижении температуры наружного воздуха, значит, плюс 8, ниже плюс 8 в течение пятидневки, все органы местного самоправления принимают распорядительный акт о начале отопительного сезона, где прописывают, значит, в первую очередь, конечно, запускался вот объекты соцкультбыта, это детские дошкольные учреждения, школы, больницы, а в последующем уже жилье. Дмитрий Сергеевич, вот вы правильно сказали, что у нас край большой, и нет такой, да, вот этой централизованной кнопки, которую мы нажали, и все объекты соцкультбыта, детские сады у нас тут же отопились. Вот этот процесс, как идет запуск тепла, дошкольное учреждение может сказать, что вот у нас холодно, и, пожалуйста, запустите нам как-то вот индивидуально. Есть такая практика или не обращаются? Обращаются, конечно, идут навстречу, в принципе, запускаются дошкольные учреждения, детские сады, школы. По распоряжению муниципалитета. По распоряжению муниципалитета, совершенно верно. Вот, понятно, значит, что с начала запуска котельной какой-то определенный проезжуток времени должен пройти для того, чтобы вывести параметры на требуемый уровень непосредственно в самих учреждениях. Вот я хотела сказать, да, вот между вот этим вот запуском отопления и мы знаем, что сначала заполняется система, да, там, что доводится температура, да, определенная. Просто жители не волнуют вот этот вот весь процесс, им нужно, что сегодня им холодно, и нужно же сегодня, чтобы стало тепло. Процесс достаточно ответственный. Я думаю, что это невозможно сделать. Процесс достаточно длинный, зависит как бы индивидуально в каждом населенном пункте, то есть зависит от протяженности сети. Вот, я это хотела все-таки от вас услышать, что это не мои домысложители. От количества, значит, потребителей. Поэтому этот процесс может занять, в принципе, я не знаю, там, в населенных пунктах, если в малых говорить, в райцентрах, то два-три дня. Дальше идет уже непосредственно регулировка и пусконаладочная работа непосредственно по потребителям. То есть в многоквартирных домах сбрасывают воздух по стоякам для того, чтобы обеспечить циркуляцию теплоносителя. Очень ответственное это мероприятие, запуск тепла. Насколько я понимаю, вот управляющие компании, как в этот период себя ведут? То есть понятно, что там у нас, мы все живем в многоквартирных домах, те, кто живут, появляются объявления какие-то, находитесь дома, потому что может случиться что? Что может случиться с самого страшного момента запуска тепла? Ну вот перед самим запуском сначала у нас происходит заполнение системы, то, что Дмитрий Сергеевич сказал. То есть сначала система заполняется водой, сетевой водой, то есть они так, что ее сразу заполняют горячей прям водой, заполнили и все, и циркуляция пошла. То есть дома вот сейчас практически, может быть какие-то там единичные, то есть в Барнауле, конечно, может быть не все, то есть они заполнены, они стоят под давлением, все. То есть как только уже, соответственно, уже будет дан старт отоплению, то есть постановление будет, естественно, муниципалитета о запуске, то есть соответственно уже как бы открываются там задвижки уже все, если уж конкретно сказать, и запускается отопление. Ну, а, конечно, потом происходит регулировка, то есть поистоякам спускают воздух, настраивают определенную уже внутреннюю систему. Самое главное, чтобы теплоноситель был должного параметра. К сожалению, мы часто бываем, сталкиваемся, конечно, то есть ресурсоснабжающие организации не выдают должного уровня параметра. То есть я сейчас в части скажу... То есть нужную температуру давайте... Нет, я сейчас скажу даже, знаете, не с точки зрения нужной температуры, с точки зрения, то есть вначале иногда бывает, а, скажем, система уж понимает, ее же, как мы опять сказали, на кнопку нажали, она не запустилась. То есть идет давление подачи, обратки, то есть гидравлика. Поэтому вначале, как правило, то есть дома бывают, запускаешь, циркуляция не идет, настраиваешь. То есть это как бы рабочий процесс, это не то, что там какой-то аварийный. Нет, это обычный рабочий процесс. Ну и даже если такие проблемы сталкиваемся, ну, я думаю, несколько дней, и, как правило, мы с этим справляемся. Пожалуйста, Дмитрий Ильич, давайте ответим нашему телезрителю. Сейчас у нас есть звонок. Здравствуйте, а вы в эфире. Как вас зовут, откуда вы? Здравствуйте, Барнаул. Я слушаю программу... Ваш вопрос. Вопрос, что нет разбора горячей холодной воды в подъездах и на улице, а деньги взимаются, непонятно. Из квартир уборщицы берут в подъезда, чтобы помыть. Заходят в квартиры и берут. За что? Так, деньги, непонятно. За что берут деньги? Вот такой вот вопрос. Вопрос, конечно, может быть, чуть-чуть не по вопросу запуска отопления, но отвечу, все равно человек задал бы. Горячая и холодная вода, да. ОДН – это стандартная проблема, то есть, имеется в виду стандартный вопрос у жителей. Это ОДН и холодная и горячая вода. Поэтому, то есть, у нас есть утверждены нормативы управлением по тарифу и ценовому регулированию Алтайского края, то есть, где есть норматив на ОДН по горячей воде и норматив по холодной воде. То есть, это решение номер 118, можно посмотреть, то есть, и сравнить данный объем. Если человек, то есть, не может разобраться, ну, то есть, соответственно, тогда, конечно, в жилищный надзор обращаться. Вообще, управляющая организация должна пояснять. Управляющая организация должна пояснять. Да, контролировать обязательно. Я хотел рассказать, то есть, как раз о запуске системы отопления. Да, да, вот возвращаюсь. Потому что вопрос-то был в том числе задан, а что может произойти опасного? И вот тут как раз многие почему-то начинают делать ремонтные работы в этот период времени. Оказывается, запуск происходит, а вся эта вода, которая идет соседам вниз. На голову. Вот, я и хотела спросить, кто виноват. Происходит большое количество. Вот у нас, честно говоря, многие жители, как раз в этот промежуток времени, мы статистику обращали внимание, увеличивается как раз с предъявлением вот этих претензий о затоплении квартир. Почему? Потому что либо не увидели, либо управляющая компания плохо каким-то образом донесла информацию об этом запуске. Но в любом случае гражданам надо понимать, что если все то, что происходило у него в квартире не по вине управляющей компании, в том числе, что они разобрали эти системы радиаторов и хотели поменять, может даже и хорошая идея, но получилось так, что это совпало со временем запуска, то вся ответственность будет возлагаться непосредственно на эти граждане. Поэтому они будут платить всем тем жильцам и нижних этажей за причиненный ущерб. То есть это неуправляющая организация виновата в том, что так неожиданно случилось? Они должны уведомлять. Поэтому перед запуском, перед заполнением системы любая управляющая организация, если на доме нет, то это ресурсоснабжающая организация, если имеется в виду по районам края, то они обязательно должны вешать объявления о запуске, потому что у кого-то может быть радиатор снят, у кого-то стояк может быть разобранный. Поэтому это обязательно должно быть. А в сам запуск отопления уже, когда сам теплоноситель подается, уже циркуляция, полноценное отопление начинается. То есть, как правило, повторные объявления идут уже о том, что все, запуск отопления на доме осуществлен. То есть будьте внимательны. Граждане, к сожалению, я вам скажу. Читаем максимально все объявления. К сожалению, я вам скажу, как происходит у нас, как старая поговорка. Как не предупреждают. Как на охоту уйти, так собак кормить. У нас как начинается отопительный сезон. Обязательно менять радиаторы, да? Да, у нас сразу начинается активизироваться жители. Приехали с дачи, с отпусков. Потому что на радиаторы идут тоже поставщики. Да, ну не знаю, может быть. То есть обязательно сразу надо срочно все радиаторы поменять. Лето, конечно, все мы забываем. Поэтому, ну, куда от этого деваться? Это все рабочий процесс. Поэтому самое главное, чтобы не было никаких затоплений. И самое главное, чтобы дом топился. Так, хорошо. Я сейчас хочу попросить вас обратить внимание на такую информацию на сайте Кремля. Буквально в понедельник, несколько дней назад, появилась информация о том, что в принципе регионы могут получить право начинать отопительный сезон досрочно. С этим заявлением выступил министр строительства ЖКХ Михаил Мень. Вот есть такая информация. Давайте вот прям цитату сейчас посмотрим, послушаем и разберем, насколько обоснованно вот такое вот досрочное выведение, там, заход в отопительный сезон. Давайте посмотрим. Ранее необходимо было 5 дней, чтобы температура была 8 градусов и ниже. После этого муниципалитет мог включать тепло. Сегодня в соответствии с решением правительства эта норма отсутствует. И по просьбам граждан, по обращениям, муниципалитеты могут подавать тепло в дома и в социальные объекты, не дожидаясь, собственно говоря, прохождения этой холодной недели. В некоторых муниципалитетах в Амурской области и в республике Марий-Эл отопление уже включили досрочно. Мы продолжаем. Это программа «Ваш вопрос» и тема этого дня – отопление по графику, тепло по графику. Если вам интересна эта тема, звоните телефону прямого эфира для жителей Барнаула, 5 пятерок 0 для жителей Алтайского края, 8 800 718 02. Мне предлагают сейчас сначала ответить на звонок нашего телезрителя, а затем уже продолжить беседу в студию. Да, вы в эфире. Как вас зовут? Откуда вы? Здравствуйте. Меня зовут Екатерина, я из Барнаула. У меня такой вопрос. Могут ли отключать отопление и горячую воду зимой? Если да, то насколько? Спасибо. Вот такое вот… Горячую воду зимой. Да, отопление и горячую воду зимой. Отопление вообще не предполагается. Только аварийное может быть. Аварийное, да. Я думаю, что сейчас… Горячую воду может быть. Только аварийное лежит. А никаких профилактических и ремонтных работ свыше 5 часов не может быть. По горячей воде не может быть даже речи. Это хорошо. А, Дмитрий Сергеевич, действительно не могут отключать на время ремонтных действительно работ каких-то? На время аварийных работ. Все ремонтные работы у нас, профилактически завершены, конечно, в летний период. Это форс-мажорное обстоятельство, которое не приведено. Хорошо. В какие сроки должны быть проведены вот эти самые ремонтные работы, аварийные работы? То есть, понятно, да, что произошло какое-то ЧП? Есть какие-то нормативы? Есть, конечно. Опять же, все нормативные сроки у нас установлены в соответствии с постановлением 354-м правила предоставления коммунальных услуг. То есть, все могут ознакомиться общедоступной информацией. То есть, и по холодной воде, и по горячей воде, и по отоплению. То есть, отключить невозможно, не должны, только если произошло какое-то ЧП? Только на случай, да. На случай устранения аварийной ситуации. Ну, это 12 часов, это 24 часа, потому что зимой, я думаю, за 20 минут. Это не замедлительно должно быть. Конечно, но мы же не можем быстро произвести ремонт, это даже я понимаю, потому что это зима, это как бы, а трубы у нас находятся обычно под землей, на земле лежит лед, снег и все остальное. Аварийная ситуация, насколько вы помните, до 5 часов. Свыше 5 часов вообще уже потребитель. А все, что свыше, потребитель имеет право потребовать еще и перерасчет. Если, соответственно, у него этот ресурс не по счетчику. Поэтому для жителя конкретный ответ. Если у них это постоянно, может быть, происходит, ввиду, может быть, какой-то их технической специфики, я не знаю, может быть, в каком доме они живут, кто у них там, поставщик тепла. Если это зачастую бывает, то, соответственно, надо требовать перерасчета. Ну, а если на доме еще есть теплощетчик, то он учитывает, соответственно, норму подачи тепла. То есть, у нас горячая вода должна быть 60 градусов. Все, что ниже 55 уже, до 55 там еще допускается, а ниже, то есть, у нас там за каждые 3 градуса идет снижение пропорционально. Все, что ниже 40 градусов, по-моему, получается, у нас уже считается по стоимости куба холодной воды. Вот как. Не многие об этом знают, наверняка. Но вопросы часто много задают. Да, вопросы задают. А были случаи, когда вопросы задавали, подтверждали, получали подтверждение того, что действительно там теплоноситель не той температуры. Бывает. Особенно бывает в домах, где отсутствует циркуляция. У нас все дома, которые построены, скажем, ну, может быть, до 80-го, до 70-го года постройки. Ну, к примеру, там, как говорят, хрущевки, сталинки, там, двухэтажки. В них отсутствует циркуляция. Соответственно, раз отсутствует циркуляция горячей воды, то есть, это, чтобы понять, да, циркуляция, это ты открыл днем и ночью, даже, хоть ночью в 3 часа от открыл, она всегда горячая. Она сразу горячая пошла. Да, когда циркуляция отсутствует, соответственно, сами понимаете, пока трассу всю сольешь, ну, то есть, ну, не трассу, а стояк. Да, 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 идет расход, я понимаю. Да, расход. А если в квартире или по стоику у всех счетчики, и зачастую это бывает, и все экономят. И вот, к сожалению, происходит, многие люди бывают, действительно говорят, а у носка никогда нет воды. То есть, ну, потому что ее надо некоторое время. Хотя по нормам, если не ошибаюсь, в течение трех минут, если вода не пошла, то, соответственно, уже там объем еще какой-то, если не ошибаюсь, то есть, уже перерасчеты требуются. Хорошо. Давайте тогда вернемся вот к той информации, с которой мы закончили, ушли мы на ответ телезрителю. Мы говорили о том, что, в принципе, сейчас теоретически есть возможность начинать отопительный сезон, ну, просто по заявлению граждан. То есть, каждый муниципалит... Сколько это должно? У меня сразу возникает вопрос. Да. 5-10 человек это должно быть, да? Сколько должен человек обратиться? С разных домов, либо с одного дома, может, у них дом плохой. Какие-то есть нормы? Лучше, я считаю, как бы придерживаться общего правила, которое, значит, из года в год, которому мы придерживаемся в соответствии с тем же постановлением. Потому что, ну, тут палка о двух концах, в принципе. Кому-то жарко, кому-то холодно, да, и всем невозможно угодить. Кстати, некоторые готовы мерзнуть, чтобы только деньги не платить. Это хорошо, это хорошо, если нам... К вариантам экономии мы обратимся далее у нас в программе. Это отдельный, кстати, вопрос. Потому что у нас, как всегда, кому-то жарко, кому-то холодно. А по поводу запуска, вот я, конечно, тоже, мы всегда интересуемся как управляющей компанией, да. Муниципалитет, то есть у нас мы запуск делаем как муниципалитет, только постановление подписали, все о запуске. А действительно, какое количество жалоб должно быть, обращение. Да. То есть это нигде не напереписано, понимаете. И вот сейчас, как бы, министр тоже сказал, то есть, вроде как это должно быть по обращению. Ну, я вот не знаю, я как понимаю, главстрой, да, то есть управление по промышленности, я не знаю, как понимаю, нормативов нет. Какое количество жалоб должно быть обращено? Так как вот это вот сообщение на сайте Кремля. А если муниципалитет заблуждается и, к примеру, не подписывает это постановление? Было четко, я считаю, что было четко, то есть, ну, четко 5 дней от 8 ниже градусов. Ну, конечно, был критерий определенный. Он же, это с советских времен, это, как понимаю, еще было. Понятие было. Я думаю, разъяснения какие-то последуют по этому вопросу. Да, конечно, потому что информация появилась только в понедельник. Без внимания этого не оставят. Ну, и на сегодняшний день социальные объекты их и так запускают обычно заранее по обращениям. То есть, когда уже начинают дошкольное образование, то есть, школы обращаться, то есть, уже запускают. Да, я хочу сказать, что готовности социальных объектов, это же вообще особое внимание уделяется. Потому что это вот как раз тот случай, когда в больнице, там, в принципе, никогда не должно быть холодно, не должно быть вообще никаких претензий, правильно? Да, я вот сейчас, знаете, что предлагаю. Мы вот не так давно побывали в командировке в одном из районов Алтайского края. И вот сейчас я предлагаю всем присутствующим порадоваться по поводу того, что там появилась новая котельная. И, ну, вот обещают, что будет и экономия, будет и тепло. Давайте вот сейчас посмотрим на эту котельную, посмотрим, как она работает, посмотрим, что предлагают. Только автоматика. Новой котельной в районной больнице села Калманка будет управлять один оператор из краевой столицы. Газовое оборудование работает автономно. Оно обеспечит теплом и горячей водой 8 зданий учреждения здравоохранения. В них размещены терапевтическое, хирургическое, родильное отделение, аптека и лаборатория. Сама больница рассчитана на 63 койко-места. В ней работает более 100 медицинских сотрудников. Если система даст сбой, то диспетчер будет оповещен незамедлительно. Это GSM-модемы специальные, которые предназначены для того, чтобы они путем смс-сообщения на наши мобильные номера телефонов приходят нам смс-сообщение о том, что, допустим, котел работает, сигнализация включена, питание в норме. То есть, если что-то происходит, какая-то авария, отключение электропитания, мы об этом узнаем по смс-сообщению. То есть, мы выезжаем непосредственно на котельную. Обслуживание старой угольной котельной было довольно затратным. На один отопительный сезон уходило более 2 миллионов рублей. Тем не менее, ее поставят на резерв. А в экстренном случае вновь пустят в работу. По словам главного врача районной больницы, перебоев в подаче тепла с газовой котельной уже не будет. Она имеет резервные источники отопления. Находится в должном состоянии. Она может также нас обслуживать. Но если посчитать экономически, то на сегодняшний момент сравнительные характеристики. Мы за прошлый год тратим около 600 тонн угля. Мощности новой котельной хватит, чтобы обеспечить теплом примерно 12 тысяч квадратных метров. Сдача в эксплуатацию – ноябрь этого года. Также в Калманском районе ведется строительство еще двух газовых котельных. Их сдадут в следующем году. Я напоминаю, это программа «Ваш вопрос». Сегодня тема «Тепло по графику». Телефоны прямого эфира для жителей Барнаула – 5,5,0. Для жителей Алтайского края – 8,800, 718,02. Если вам интересна тема, звоните. Отвечать будут эксперты. Возвращаясь в студию, мы сейчас посмотрели замечательное оборудование, которое позволит экономить во всех смыслах. И человеческий ресурс, и экономически это выгодно. Если сейчас говорить об экономии, возвращаясь, вспоминая опыт зарубежных стран, вопрос экономии теплоэлектроэнергии, там прежде всего очень важен для нас. Насколько важна эта тема, и насколько наши жители домов готовы экономить? На что они готовы пойти, чтобы экономить? Мы сейчас уже говорили, вот Дмитрий Леонидович говорил, что у нас готовы немножко померзнуть, но чтобы в квитанциях у нас сумма была несколько ниже. Действительно, Дмитрий Васильевич, случается такое, что в домах… Постоянно. Постоянно. То есть сейчас вот постановление в прошлом году о запуске в Барнули было подписано с 19-го числа запуск, сентября. Ну вы представьте, да, 19-го сентября у нас позавчера какая была температура, 25 градусов практически. То есть, конечно, как сейчас будет постановление, неизвестно. А вот в прошлом году запуск произошел, а через неделю, через дней 10 у нас, соответственно, не то, что жарко, теплая погода стала. И что происходит? Кому-то холодно, кому-то жарко. И, как правило, сейчас очень многие жители уже экономят. Потому что везде стоят счетчики, люди экономят, люди считают свои деньги. И они, как бы, большинство все равно, то есть с каждым годом это, так скажем, больше и больше. Люди понимают, что надо экономить, потому что, ну, все, понятно, видят цифры в своей, в своей квитанции, в своей платежке. То есть, больше говорят, то есть, давайте пока подождем, давайте пока подождем. То есть, вот пока еще более-менее. Ну, пока погода позволяет в этом году. Да, ну, не минус, да, то есть, не то, что там минус уже, там, снег пошел, конечно. То есть, кто-то это, скажем, в пределах разумного говорит, а кто-то бывает, ну, раз за грани. То есть, ну, действительно, уже жалоб со всего дома они говорят, а совет дома говорит, нет, нельзя запускать. Будем экономить. Обычно квартиры, они же промерзают быстрее, а там кто посерединке, им потеплеет. И начинается отсюда конфликт. Мы, говорят, уже мерзнем. Я говорю, да нормально, зайдите к нам, погрейтесь. Дмитрий Ильич, мне подсказалось, у нас есть телефонный звонок. Давайте поговорим с телезрителем и вернемся в студию. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Откуда вы? Здравствуйте, я пенсионер из города Рубцовска, Воробьев, Моймир Васильевич. У меня такой вопрос. У нас прошел слух по городу, но как бы он утвержден, что тариф на отопление у нас в городе увеличен на 24%. Законно ли это? Спасибо за вопрос, город Рубцовск. Итак, вот мы в начале программы говорили, что город Рубцовск у нас будет в тепле. Вот теперь люди волнуются, придется ли, вот это как раз к вопросу экономии, не придется ли немножко платить больше за это тепло? Сергей Александрович, я, наверное, попробую ответить. Попробуйте, Дмитрий Александрович. На сегодняшний день тарифы в городе Рубцовске, они не поменяются. Это решение депутаты Рубцовского городского совета о повышении, вот то, что слушатель и зритель говорил, приняли. Но это решение будет реализовано со следующего года, с 2017, то есть в июле 2017 года. При установлении тарифов на этот период, учитывая, скажем так, доказанные расходы энергокомпаний, возможно, что будет такое повышение. То есть, да, решение такое, я слышу, есть. Решение есть, но до нового года, до 2017 года? До середины 2017 года будут действовать существующие тарифы. Этот процент утвердили прямо с 2017 года? А просто реально приняли решение о повышении... О возможности повышения. Тогда, как понимаю, надо сказать жителю, что не 24, это еще неизвестно, сколько будет. Ну, да, но тем не менее, мы даже успокоили, что... 24, это как-то очень резко. Не 23, не 21. Просто, прежде чем озвучивать эту цифру, значит, ресурсоснабжающая организация выходила к регулятору для того, чтобы обсчитать этот тариф, да, насколько, в принципе, они показывают свои затраты, и насколько, в принципе, у них должен повыситься тариф. Да, после этого уже депутаты принимают решение, повышать тариф или нет. Может, еще и субсидировать. Субсидировать? Ну, возместить, да? Ну, это уже решение оборота, да. Это уже решение субсидирования. Вот, итак, мы сейчас говорим о том, что действительно затратно, для всех затратно, для ресурсоснабжающих организаций затратно, затратно для жителей. И тут действительно, в пору вспомнить способы сэкономить. Мы все с вами живем там в домах, в многоквартирных домах. Какие способы, какие варианты мы можем предлагать жителям, чтобы вот эти цифры в квитанциях были несколько ниже? Как мы можем экономить? Наверное, мы экономить можем по-всякому. Начиная с того, что мы должны подвал, чтобы утечки не было тепла, да, в подъездах, в окнах. Сейчас, кстати, многие ставят эти пластиковые окна и говорят, да, действительно, хорошо стало. Батареи, они не только должны быть чистые внутри, но и снаружи в том числе, потому что порядка большой грязи, которая находится на батарее, смотришь, приходишь в подъездах, она, естественно, тоже не отдает того тепла, которое надо было бы, да. Ну, и у нас просто случай был, некоторые ставят холодильники возле отопительного радиатора отопления, то есть, и говорят, что нам как-то холодно и не очень. То есть, приходили... Даже вот на стойко. То есть, да, как-то вот тут располагать в квартире, ну, наверное, надо открывать эти радиаторы, да, потому как от них идет тепло, да, эти возможности им проникнуть теплом в вашу комнату, да. Больше того, можно отражатели даже ставить, которые будут дополнительно делать эффект тепла, поэтому вот такие небольшие, да, казалось бы, мелочи, но они дают возможность увеличить, так скажем, тепло, ну и уменьшить оплату. Дмитрий Ильич, я вот еще тут несколько способов сэкономить от наших телезрителей озвучу немного позже. У нас есть снова телефонный звонок от телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут, откуда вы? Здравствуйте. Вот только поспелих. Вот у меня такой вопрос. А многодетным семьям положена льгота по теплу? Спасибо. Поспелиха, многодетная семья, оплата тепла, ну, я насколько понимаю, оплата коммунальных услуг. Кстати, вообще очень интересный. По-моему, многодетным мне не помогло. У нас, к сожалению, социальные соцзащиты не присутствуют, но тем не менее. На самом деле, вопрос интересный, почему? Потому что у нас в законодательстве мы не видим, кроме как указ президента еще 1994 года о многодетных семьях. Вот в этом указе было установлено о том, что 30% должна быть на коммуналку многодетным семьям даваться льгота такая. Но реализация этой льготы, механизм ее, он отпущен на местные регионы. Но вот у нас в Алтайском крае, к сожалению, нет такого нормативного акта, который бы давал возможности реализовывать эту льготу. У нас действует, я точно знаю, что... Да, да, да. Там отрожит точный минимум. Совершенно верно. Есть зависимость от отрожит точного минимума. Если затраты на коммуналку составляют больше 22%, то тогда абоненты имеют право обратиться в соцзащиту с тем, чтобы получить материальную помощь на компенсацию этих затрат. То есть, тут получается непосредственно, что ты многодетный, да, фактически, любому другому в том числе. Нет, а я-то говорю о законе, который, между прочим, в некоторых регионах принят за основу. То есть, достаточно представить, что я многодетная семья, и вот, пожалуйста, имей такую любовь. С одной стороны, хорошо, допустим, многодетная семья, но если у них доход на душу населения выше среднего, выше прожиточного минимума, выше среднего, то, как бы, я не то, что говорю, там, противник этого. Нет, конечно, то есть, он и утвержден прожиточный минимум на одного человека. Поэтому надо смотреть, какой прожиточный минимум. Вы как не президент. Вы президент, наоборот, он говорит, возьмите третий, делайте еще, и будет у вас какой-то... Нет, наверное, должно быть все-таки какие-то... Это, скорее всего, вопрос к соцзащите, да. Вот мы, как управляющие компании, мы не принимаем эти законодательные... Хорошо, это вопрос, скорее, к соцзащите. Да, действительно, чтобы получить квалифицированный ответ, нужно обратиться в какие-то такие органы, и там, я думаю, что все объяснят, как получить компенсацию, в каком случае она положена и кому. Так вот, я сейчас хочу вернуться к теме экономии. Что предлагают наши телезрители, чтобы меньше платить в квитанциях, да, за квитанции, за отопление зимой? Они предлагают, прежде всего, вот для меня было удивлением, отрегулировать стеклопакеты, окна. Я вот уже говорила перед эфиром, оказывается, имеют два режима, зимний и летний. И вот, как убеждены наши телезрители, если поставить в соответствующее положение, то утечек тепла будет меньше, там, холодные температуры будут оставаться где-то там за пределами квартиры. Может мне кто-то это подтвердит или опровергнуть? Это действительно так? Это способ сэкономить? Или просто это способ сделать теплее в какой-то отдельной взятой квартире? И на цифрах в квитанциях это никак не отразится? Скорее всего, никак не отразится. Ну, возможно, нет. Это какая-то маленькая доля, там ее очень тяжело высчитать. Сам факт, что хотя бы есть уже пластиковые окна. Да, а еще вот такое предположение. Жители панельных домов говорят, что у них идут утечки тепла из-за того, что со временем швы в этих панельных конструкциях могут расходиться. И они спрашивают, а кто вообще должен этим заниматься? Кто должен следить, насколько герметичны вот эти вот швы в панельных домах? Управляющая компания. В каком случае? Потому что швы по всей несущей конструкции это общее имущество дома. Соответственно, управляющая компания. Они должны по обращению граждан этим заниматься? Это осмотр. Ну, это как раз подготовка дома, наверное. Соответственно, если визуально очень тяжело. Вот, 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 слушай, слушай. Это больше, конечно, управляющая компания вопрос. А главстрой тоже может взять на себя право, а лишнее, что происходит. А может быть, завтра житель главстрой, пожалуй. Да, да, да. Так, скажите, пожалуйста, кто должен следить за вот теми самыми швами в панельных домах? Управляющая компания в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду должна проводить осмотр, значит, всех конструкций, инженерных коммуникаций. Соответственно, если, значит, есть какие-то отклонения от норм и правил, да, они, в принципе, должны предпринять все усилия. Я, правда, не знаю, значит, вот межпанельные эти швы, это относится к капитальным работам или к текущим содержаниям. Вот, кстати, я думаю, что этот вопрос будет звучать, да. Это капитальный ремонт или это... От количества, от масштабов. Потому что у нас девятиэтажка есть. Это такой индивидуальный случай, там, грубо говоря, два метра. У человека есть девятиэтажка, видимо, на балансе, которая нужна... На обслуживание. У нас девятиэтажка, где, я помню, как сейчас помню, то есть данные, у нас больше километра мы сделали за два года. Швов. На одной девятиэтажке больше километра. Это не за рамках текущего содержания. Понятно. То есть, ну, вы представляете больше километра. За чей счет вы сделали километр? Самое интересное, что данный объем был даже 30-процентный объем не выполнен. Поэтому вот хороший вопрос. То есть, понятно, что подготовка, понятно, что мы должны делать осмотр. Но в любом случае, даже если мы делаем осмотр, и визуально мы видим, что там все вроде в порядке, то, соответственно, нам тяжело определить. Мы же не можем определить, головным показателем это кто. Это житель, как он видит, промерзает, не промерзает, да, там, не дай бог, может быть, уже даже сырость какая-то идет с этого угла. То есть, соответственно, у нас, конечно же, в основном у нас заявительного характера. И мы делаем, но, опять же, когда заявлений большое количество, дом, допустим, только взяли на обслуживание, мы уже не можем в один день сразу все сделать. Поэтому, ну, находим средства, делаем. Вы находите средства или вы говорите жителям, вот у вас километр швов, каждый сантиметр стоит вот столько, давайте. Ну, там по метрам идет, да. Так и должно быть. Ну, это, понимаете, на любой год, после отчетного собрания, на любой год должен составлен план. То есть, сходя из тех денежных средств, которые на конкретный год придет сумма, и, соответственно, составляется план. И в план, соответственно, нужно забивать. Но, опять же, если общее собрание утвердило, и в план не включило эти швы, ну, мы не можем начать и делать. Аварийные мы делаем однозначно, конечно. А если в план нету большого количества, ну, мы не можем сделать. Поэтому активность граждан должна быть в первую очередь. То есть, они должны мало того, что за этими швами смотреть и наблюдать. И ставить управляющую компанию, которая могла при осмотре не заметить, да, случайно, либо специально. И в дальнейшем уже ставить вопрос о финансировании этих швов. Потому что мы забываем о том, что некоторые говорят, а вот у нас там то не сделано, это не сделано. На самом-то деле, участвуйте в акте осмотра. Участвуйте в акте осмотра, участвуйте в смете, да, которую составляет управляющая компания. Вот некоторые берут, активно принимают это участие и прямо, как говорится, по каждому пунктику начинают спорить и торговаться. Вот давайте здесь это. И тогда, получается, есть понимание того, сколько я плачу и за что плачу. А то некоторые говорят, мы платим. А на самом деле вот то количество денег, я вот честно скажу, 8 рублей с квадратного метра, это недостаточно для Хрущевки, которая не видела капитального ремонта. Для того, чтобы текущий ремонт был в должной мере, был выполнен управляющей компанией. Традиционно, знаете, на ответе Дмитрия Леонидовича у нас поступает звонок в студию. Нам нужно сейчас отвечать, хотя у меня есть еще небольшое дополнение. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут, откуда вы? Здравствуйте, меня зовут Виталий, город Славгород. У нас такой вопрос, у нас с мая этого года подняли тариф на отопление на 20%. И плюс еще пытаются с нас высчитать, за то, что у нас голые трубы отопления, трассы идут, которые к дому. Еще пытаются включить это в шуму на ремонт. Это законно, нет? Еще раз подождите, давайте уточним. В мае отопления не было, а вы уже поняли, что вам подняли тариф? Мы платим за отопление определенную сумму, но с этого года нам подняли отопление на 20%. И плюсом еще... Ну, они еще пытаются с нас высчитать деньги за якобы ремонт теплотрасс. Типа идет утечка тепла, и нужно их ремонтировать, а денег у них нет. Управляющая компания у вас работает? Ресурсоснабжающая? У нас какая-то компания, они вообще не нашли городские, а их какие-то говорят из Екатеринбурга. А дом многоквартирный? Как-то так они неправильно, я даже не знаю, как они правильно называются. Дом многоквартирный? Дом многоквартирный. Позвольте уточняющий вопрос. Деньги они просят и требуют, значит, с подводящих... Оставайте салене, пожалуйста, есть уточнение. С подводящих трубопроводов, то есть от колодца, который идет непосредственно к многоквартирному дому. Вот мне сказали, что у нас звоночек потерян. Ну, это Славгород, Дмитрий Сергеевич, а от этого многое зависит? Ну, я маленько поясню. В общем, как бы ситуацию обрисую. Значит, с прошлого года, в прошлый отопительный сезон у нас уже зашла в Славгород новая теплоснабжающая компания, Алтай Теплосервис, Славгород. Соответственно, депутаты принимали решение о повышении тарифа, дабы привлечь инвестора, значит, на то, чтобы он зашел, эксплуатировал, значит, сети тепловодоснабжения. Значит, нужно отметить, что весь отопительный сезон у нас не было ни одного обращения граждан на некачественное предоставление услуг теплоснабжения. Было тепло, и это прекрасно. И в соответствии с инвестпрограммой вот этого теплоснабжающего предприятия, инвестор планирует вложить, значит, в систему теплоснабжения города порядка 400 миллионов рублей. Так, и где он эти деньги планирует? Ну, не с жителей же? Это средства инвестора. Да, да, да. Которые он вкладывает в теплоснабжающий комплекс, в том числе на перекладку сетей теплоснабжения. Понятно, что разом, как бы, все работы невозможно выполнить, поэтому они, значит, планомерно распределены по годам. А вот телезритель так говорил, что просит какие-то суммы за перекладку вот этих... Это незаконно. Есть ли, значит, на сетях теплоснабжения, которые эксплуатирует эта теплоснабжающая организация, которые муниципалитетам переданы, значит, в аренду, либо в конституционное соглашение, по конституционному соглашению требования этой теплоснабжающей организации, либо там управляющей компании с... О, значит, взыскании этой суммы на ремонт сетей незаконно. Куда обратиться? Если это сети многоквартирного дома, да, там, что вне границ дома... Это не граница ответственности собственников. И, соответственно, вопросы не к управляющей компании. Куда обратиться? Вот человек говорит, что требуют деньги, прописывают... Ну, во-первых, надо прийти в управляющую компанию и поинтересоваться, имеется ли акт разграничения балансовой принадлежности. Акт разграничения балансовой принадлежности. То есть, у управляющей компании обязательно должен быть этот акт. Если его, соответственно, нет, значит, управляющая компания обязана оформить. И я так понимаю, что могут собственников заставлять данную... Я как понимаю, транзитный, не транзитный трубопровод, а какой-то воздушкой, возможно, да, или отрезок какой-то, то есть, теплоснабжение. То есть, если вот он является общим имуществом дома, то тогда несут ответственность собственники. То есть, ну, насколько я знаю, то есть, это невозможно. То есть, никакие сети вне дома, они не относятся... Там бывает редко, ТСЖ подписывают акты тоже, дом строится, отводочку какую-то делают. У них домов сейчас есть, все подводки от магистральных сетей, все уже отводы, так скажем, мелкие, так скажем, по-простому назовём, они относятся на баланс, как правило, уже дома. Ну, я думаю, там вряд ли много будет здесь речь. Ну, наверное, тут не платить и получить претензии. Не имеет права, то есть, надо просто обращаться туда в органы исполнительной власти, либо там государственной, ну, имеется в виду, там, жилищная инспекция. Уважаемые эксперты, у нас не так много времени до конца программы, у нас есть ещё звонок телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут? Вот, откуда вы? Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я со Славгорода. Ещё раз здравствуйте. Мы в частных домах, но отапливаемся от котельной. Дело в том, что вот у нас три дома по нашей улице, и всё, и на нас заканчивается вот именно трасса. Но дело в том, что когда начинают включать отопление, у нас давления не хватает. Нам поставили насосную станцию, которая качает. Но при запуске получается, что, ну, неделю-две уже запустили отопление, а нас не включают, потому что они говорят, нам невыгодно включать насос, чтобы вот он гонял тёплую воду. И говорю, у меня-то счётчик, а у меня соседи вот без счётчика, и приходится платить полностью за отопление, хотя тепла у нас нету. И в домах холодно в это время. Спасибо за вопрос, спасибо за звонок. Вас зовут, напомните. Как вас зовут? Как вас зовут, напомните. Татьяна, Татьяна. Очень приятно. Татьяна, скажите, пожалуйста, вот сейчас оставаться на линии телезрителя, Дмитрий Сергеевич? В принципе, я попытаюсь разъяснить. Хорошо, слушайте ответ, пожалуйста. Татьяна, ну, в первую очередь, вам самим нужно определиться, что вам выгоднее, как бы, либо оплачивать некачественную услугу теплоснабжения по факту, да, какая ситуация складывается, значит, платить, сколько вы платите за центральное отопление, либо перейти на индивидуальный, значит, источник теплоснабжения и самостоятельно отапливаться. Вот, то есть, сравнить все за и против, как бы, принять для себя решение. Вообще, есть такое понятие, в принципе, как радиус эффективного действия котельной. И у нас есть, как бы, примеры, что в соответствии со схемой теплоснабжения органы местного самоправления принимают решение о выводе, значит, потребителей, значит, о переводе потребителей с центрального отопления на индивидуальные источники теплоснабжения. В рамках законодательства они, конечно, уведомляют заранее, то есть, чтобы жители имели возможность и время обустроить свою систему теплоснабжения. Ну, возвращаясь к этому вопросу, как бы, о радиусе эффективного действия котельной. Если вы это не сделали, я понимаю, значит, они обязаны отапливать? Ну, там никто и не отключал, в принципе, это теплоснабжение. Это, опять же, вопрос к качеству предоставления услуг теплоснабжения. И, в принципе, житель может обратиться в теплоснабжающую организацию с тем, чтобы сделали перерасчет. Совершенно верно. Конечно, это вот как вариант. А нужно еще счетчики поставить по отоплению. Как понял, только из трех домов один только оборудован. Да, теплосчетчик. Хорошо, спасибо за совет. Я вот сейчас предлагаю посмотреть опрос. Мы вышли на улицы города и поинтересовались, а тепло ли было жителям города и гостям города прошлой зимой. Давайте послушаем ответы. И вот совсем-совсем у нас немного времени остается. Давайте посмотрим. Зимой тепло у вас дома было? Да. У вас свой дом или квартира? Свой дом, у нас газ. Были морозы уже и отопления не было. А зато, когда жара была, и отопление еще было, как-то странно. Отключили и подключили все это. Это в Барнауле было? Да, в том году это было. Тепло было прошлой зимой в квартире дома? Тепло, тепло. Главное, чтобы в душе было тепло. И люди встречаются у меня всегда. Очень добрые, прекрасные. От них идет тепло. Нет, холодно. Я живу в бараке. Печку топим. Вы в Барнауле живете? В Барнауле живу. В центральном районе, в частном секторе. Деревянный дом. Вот комиссия приходила, но что-то ничего не решает. Дом разваливается. И как вы будете этой зимой тоже печку топить? Конечно, а как? Вы запасли уголь или дрова? Да, еще не запасла, что осталось от прошлого года. У нас свой дом, это самое Борзово заимки. Мы отапливаемся электроэнергией. У нас обещают газ уже в течение 12 лет, полпоселка, газ провели полпоселка, оставили. Поэтому у нас очень холодно, мы электроэнергию экономим. Где вы живете? Я в Бострянке. У вас свой дом? Да. Печку топите? Да. Чем топите? Углем, дровами. Дорого получается? В пределах разумного 7 тысяч на дрова и где-то 9 на уголь. Много работы зимой, чтобы дом в тепле держать? А сколько просыпаетесь? Лучше газом топиться, чем дровами. А так вы газом топите? Нет, дровами мы топимся. Ну газ мимо провели туда, а к нам-то нет еще. Ждете, когда газ? Ждем, да. Ну это точно не этой зимой будет? Нет, это еще даже плавно. Так вы вот во сколько зимой просыпаетесь, чтобы печь затопить? Как все. Рано. Ну во сколько? Как подоелом прохладно будет, так и по погоде. Ну вот что я хочу сказать. Вот как сказал последний человек, который мы увидели в опросе, он сказал, что надо отопительный сезон запускать, когда под одеялом холодно становится. Вот он как бы предлагает вот именно этот момент считать началом отопительного сезона. И так и сделаем. Ну вот у нас остается буквально пара минут в прошлом году. Вот все-таки, Дмитрий Васильевич, перегрев был, да, вы говорите? Ну не то, что перегрев, то есть тепла было достаточно. То есть 15-16 по Барнаулу тепла было достаточно. Ну это еще и влияет на то, что зима была достаточно теплая. То есть насколько мы помним, в декабре у нас даже дождь лил. Поэтому, а некоторые дома даже действительно перегрев. Ну с перегревом, то есть, знаете, как говорят, лучше перегрев, чем дома замерзают. Не то, что он там большой был, но тем не менее, на домах стоял счетчик, и люди пытались экономить. Но, к сожалению, невозможно экономить каждый день бегать вот эти задвижки, крутить. Вот эти кнопки виртуально включать и выключать. Погодозависимую систему надо ставить уже. Да, Дмитрий Николаевич. Успотеть, чем покрыцаянием, да? Что еще раз? Не услышала. Лучше успотеть, чем покрыцаянием. Да, это действительно лучше. Мне нравится ход ваших мыслей. Я думаю, что нашим телезрителям тоже. Мне остается только представить наших гостей, поблагодарить их за ответы на вопросы. Итак, я напоминаю, просто чтобы наши телезрители узнавали людей на улицах, и если что-то не успели спросить в ходе эфира, задавали вопросы. Итак, у нас в гостях был Дмитрий Ильиних, директор управляющей компании «Город». Спасибо большое за общение. Дмитрий Власов, заместитель начальника отдела теплоснабжения главстроя Алтайского края. Спасибо большое, Дмитрий Сергеевич. Сейчас я еще хочу представить Дмитрия Крюкова. Дмитрий Николаевич, заместитель начальника управления Алтайского края по промышленности и энергетике. Ну и у нас в гостях был Дмитрий Косов, руководитель Алтайской ассоциации жилищного самоуправления. Спасибо большое. Дмитрий Леонидович, еще раз. Отопительный сезон еще не начался, поэтому мы с вами, наверное, ненадолго прощаемся. Я думаю, что с началом отопительного сезона появятся какие-то вопросы. Мы снова соберемся в этой студии и снова попытаемся ответить на те самые вопросы, которые будут задавать жители со всего Алтайского края. Благодарю вас и от Рубцовской, и от Славгорода за всех тех телезрителей, которые задавали нам вопросы в ходе эфира. Ну что ж, нашим телезрителям спасибо большое за общение, за то, что остаются на связи, за то, что задают вопросы. Программа будет в эфире через две недели. Готовьте ваши вопросы. Ждем вас, не переключайтесь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова